Приветствуем всех ценителей хорошего звука. Сегодня мы разберем схемотехнику однотактного усилителя мощности Sparta SE Premium. Особенностью усилителя является то, что источник анодного питания построен с использованием кинотронного выпрямителя. Усилитель состоит из источника питания и усилительной части, которая в свою очередь состоит из предварительного каскада усиления и оконечного каскада на КТ-88 с возможностью замены радиоламп на 6550, КТ-120 и КТ-150. Питание усилителя организовано при помощи силового тероидального трансформатора мощностью 200 Вт. На трансформаторе имеются первичная обмотка, экран, высоковольтная обмотка и накальные обмотки для питания накалов всех радиоламп. Четыре высоковольтные анодные обмотки на силовом трансформаторе включены последовательно. Высоковольтное питание реализовано по однообмоточной схеме с отводами, что позволяет добиться правильной фазировки. В отличие от усилителя на 6P3S, его схемотехнику мы разбирали ранее, в этом устройстве есть выпрямитель на кинотроне 5C3S. После выпрямительного кинотрона для регулировки напряжения стоит балластный резистор. Он позволяет не включать кинотрон на очень большую емкость и с его помощью можно проводить корректировку напряжения анодного питания. После кинотрона питание поступает на печатную плату P-Over, которая благодаря своей универсальности может быть использована в различных конструкциях. На плате собран источник анодного питания, в котором после кинотрона питание поступает на стандартный COC-фильтр. Дроссель подключается непосредственно к плате. И дальше на ограничительные резисторы для питания первого каскада драйвера и трансформаторов выходного каскада. На этой плате также собран источник питания фиксированного смещения. Выпрямитель источника питания выполнен по двухполупериодной схеме. С 200-вольтовых отводов трансформатора напряжение поступает на выпрямитель на быстродействующих диодах. Выпрямленное напряжение отрицательной полярности поступает на конденсатор фильтра и стабилизатор, выполненный на стабилитроне. После этого на регулируемый делитель отдельный для каждого канала. Во входном каскаде сигнал поступает на входные разъемы. После на механический коммутатор на тумблере при наличии селектора входов. Затем сигнал поступает на регулятор громкости, с которого через гридстопперы на сетку входной лампы. Драйверный каскад выполнен по каскадной схеме. Первая лампа 6N1P стоит в режиме усилителя напряжения, вторая усилителя тока. Каскадная схема включения обеспечивает высокий КПД, хороший коэффициент усиления как по току, так и по напряжению, и одновременно с этим обладает более низкими искажениями сигнала с большими амплитудами. Предварительный усилитель, собранный по этой схеме, позволяет работать с другими радиолампами без изменения номиналов. Первый каскад с анодной нагрузкой. В качестве нагрузки используется резистор. Для организации смещения первого каскада в катоде 6N1P стоит резистор смещения и шунтирующий конденсатор. Связь между первым и вторым каскадом непосредственная, без использования разделительного конденсатора. С катода драйвера через конденсаторы-гридстоперы сигнал поступает на сетки выходных ламп. Также через резисторы на управляющие сетки выходных ламп подается отрицательное фиксированное смещение через резисторы смещения и шунтирующие конденсаторы по переменному напряжению. Это развязка драйверного каскада по питанию. В катодах ламп стоят резисторы с сопротивлением 1 Ом для контроля тока выходного каскада. В рассматриваемой схеме выходной каскад работает в триодном включении. Об этом говорят резисторы между второй сеткой и анодом. Возможна организация его работы в ультралинейном включении. При этом желательно ввести отрицательную обратную связь в первом каскаде. О том, как правильно ввести отрицательную обратную связь в различных усилителях, мы посвятим отдельный видеоролик. Для уверенной работы каскада и предотвращения самовозбуждения на управляющих сетках выходных ламп включены гридстоперы. Для получения максимальной мощности лампы работают в близком к предельному режиме. Мощность рассеивания на аноде 38 Вт. Напряжение анодного источника порядка 450-475 В. Анодной нагрузкой выходного каскада является выходной трансформатор с различными вариантами коммутации. Возможностью подключение нагрузки 4, 8 и 16 Ом. Для заземления накала выходных ламп и снижения уровня фона в цепи подогревателя установлены резисторы балансировки для создания искусственной средней точки. Спасибо за просмотр! Жмите палец вверх, делитесь своим мнением в комментариях, выбирайте и собирайте! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok